Давай не изменять нашей традиции. У нас есть сводка от Генерального штаба, которая, возможно, открывает глаза некоторым сомневающимся людям о том, сколько Путин на самом деле отправил жертв сюда, в Украину. Я не побоюсь этого слова. Жертв в личном составе, в военной технике. Ведь военная техника – это все деньги налогоплательщиков, жителей Российской Федерации, а погибшие оккупанты – это люди. Давайте смотреть сейчас эти цифры и комментировать. Итак, внимание на экран. 273-й день войны, 23 ноября сегодня, 2022 года. Первый показатель, самый главный для Украины так точно. 85 410 оккупантов погибло за эти дни на украинской земле. Дальше техника. Артиллерийские системы. 1887 единиц, АРСЗО-395 на вооружении Российской Федерации. Следующий показатель – это вертолеты. Самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Соответственно, вертолетов 261, единица самолета 278, беспилотников 1537 и крылатых ракет 480 единиц было сбито в украинском небе. Следующие цифры, которые вы сейчас видите, это средства ПВО минус 209. Специальная техника – минус 161 единица. А вот автомобили из 4396 было уничтожено вооруженными силами Украины вместе с экипажем. Также горят боевые бронированные машины в количестве 5832 единиц и танки – 2897. Корабли и катера. 16 единиц было уничтожено. Слава Украине! Героям слава! Это такая цифра, такая статистика на сегодняшний день, на сегодняшний час. Потому что цифры постоянно меняются, и мы, конечно же, на протяжении наших эфиров, наших часов, нашего слота будем отслеживать и показывать вам обновленные данные. Да, но генеральный штаб располагает не только цифрами в количестве потерь оккупанта, но также и прекрасно понимает, как движется линия фронта. Давайте вам расскажем, как генеральный штаб видит ситуацию на линии соприкосновения на сейчас. Смотрим. Итак, минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка – это Луганская область, Пирная, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северная, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайская, Невельская и Маренко – это Донецкая уже область. Также за минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам в Харьковской и Донецкой области и также совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск. Ну и, конечно, задевал при этом города и села, но тут новостей никаких нет. А вот дальше, я думаю, Катя, ты про слайды расскажешь, там уже все детальнее видно. Да, давайте посмотрим на карту внимательнее. Вот на северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает проведение демонстрационных и провокационных действий. Совершил обстрелы из реактивной ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Черниговской области, Нововасиловка, Кустана, Дружба, Свободная, Слобода и Шалыгина, Сумской области. Слобожанское направление далее рассмотрим. В приграничных районах Белгородской области противник удерживает группировку войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы из минометов и ствольной артиллерии позиций наших войск. Также обстрелял район населенных пунктов Стрелка, Глубокая, Красная, Избитская, Огурцово, это уже Харьковская область. Совершил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старица. ДРГ была обезврежена огнем наших подразделений и враг отошел. И заодно Купинское и Лиманское направления давайте рассмотрим в том же слайде. Там оккупант ведет оборону и совершает обстрелы из танков и артиллерии. В частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальская, Берестовая и Вишневая. Это Харьковская область и Новосельская. Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Ямполевка и Белогоровка. Опять же на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и всего спектр артиллерии районно-населенных пунктов Спирны, Выемка, Берестова, Солидар, Бахмутская, Бахмут, Опросная, Андреевка, Зеленополе, Курдюмовка, Яковлевка, Клещевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское. В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Зафиксированы обстрелы позиций сил обороны и районов населенных пунктов Угледар. Причистовка, Шахтерская, Большая Новоселка, Времевка, Новополь на Даничине и Зеленая Роща. Дорожнянка, Тимировка, Полтавка, Красная и Орехов Запорожской области. Криворожская и новое направление Херсонская, в нем противник ведет позиционную оборону, улучшает фортификационные оборудования позиций, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал также ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка, это Днепропетровская область, Дучаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаровка, Понятовка, Антоновка и Днепровская, это Херсонская область и сам город Херсон тоже оккупант регулярно обстреливает. Субтитры создавал DimaTorzok